Привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня мы будем с вами тестировать новинки 11 каталога и не только новинки. Фиберлик. Итак, поехали. Татуировочки. Я себе тоже сделала, сейчас покажу. Держатся они нормально, но они немножко такие липковатые. Вот где я сделала, я там все время липну, но вроде держатся. Пахнут обалденно. Запах даже издалека. Я себе сделала вот такую на запястье интересную. И пока держится как бы все хорошо. И аромат вот прям чувствуется издалека. Поэтому по татуировкам вообще все как бы отличненько. Держеньки, будем с вами делать супец в шейкере. Вот этот вот, который с копченостями, гороховый. Тут ложка внутри. Я сначала наливаю воду, а потом сыплю уже сам суп. Аромат, конечно, обалденный. Даже мне дочь сказала, что обалденный. Она Фиберлик еду вообще не очень любит. Я сначала сейчас налью воду, а потом будем насыпать с вами суп. Попробуем. Водичку подогрела 250 мл на одну порцию. Кто-то любит пожуже, там потом для себя поймете. И ложечку супчика. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Хлоп. Блин. Вот потом за что не люблю вот эту вот упаковку. Вот все руки потом такие. Так, теперь сейчас закрываем крышкой и будем трясти. Надо чуть-чуть постоять, но мне не терпится. Я сейчас попробую. Давайте попробуем. Вкусно. Трава прямо на губах. Слушайте, вкусно. Похож на гороховый. Чем там. Вот основа у них у всех одна. Чувствую чеснок, чувствую укроп. Копчености и небольшую остроту. Я такие продукты люблю. На самом деле, все остренький прям такой. Остренький с перчиночкой. Но мне нравится очень вкусно. Я такой очень люблю. Чувствуется копченость. Как будто свиные копченые ребрышки. Вот по вкусу. Очень вкусненько. Солоновато. И остренько слегка. Некоторые девчонки мне рассказывали в комментариях, что вот из таких супов и коктейли готовят просто обычное блюдо. То есть вот этот суп можно взять за основу. Не всю пачку, конечно, несколько ложек. Когда вы готовите гороховый суп. То есть добавить ложечку-две в кастрюлю. И будет очень вкусно. Даже вот так можно делать. И расход тогда будет минимальным. Может, мне понравился вкусный суп. Действительно вкусный. Я не скажу, что я прям чувствую, что он гороховый. Когда дома готовишь гороховый суп, он немножко другой. Но вот эта вот копченость, острота травки, они чувствуются. И, в принципе, для меня вот это в меру. Я такое люблю. Будем с вами чайник отмывать с помощью вот этих вот капсулок. Смотрите, сколько там налета. Сейчас я вот вылью, еще покажу. Вот это до на стенках. И внутри. Видите? Вот, сейчас мы с вами заливаем водички по максимуму. И добавляем одну вот эту амбула. Я вылила ампулку. И включаем в свой чайник. Когда он откипит, мне кажется, уже должно быть что-то видно. Пока нет. Артикул капсул, кстати, ну вот он, 359. Мы сейчас с вами будем кофе молоть. С апельсинчиком. Вот это первый раз беру с апельсином. Потому что только он есть на нашем складе. 160-67. Открывается он вот тут сзади. Мы уже в обзоре кого-то с вами открыли. И сейчас будем насыпать в кофемолку. Молоть. И на этот раз я хочу сварить. Сварим и посмотрим. Так. Я на несколько раз обычно сразу намалываю. О, как много. И пересыпаю в баночку. Вот так храню. Это больше нравится. Аромат, конечно, обалденный сейчас по всей кухне. Запах вот этого кофе невероятный. Но апельсина я практически не чувствую. Потому что на стенку нахив уже отъела. На дне еще нет. У нас с вами средства вместе с водой нужно оставить на 10 минут. Но прошло 2 и пока не исправляется эта ампула со своей задачей. Но мы, конечно же, с вами будем использовать по инструкции. Подождем 10 минут. Что хотела сказать еще вам, девчонки, по поводу вот этого концентрированного геля для стирки. Для белых вещей. Ничего особенного я про него сказать не могу. Артикул 118-42. Он ничуть не лучше, чем порошок. Если не хуже. Обычный. Я пробовала, стирала белые вещи. После порошка они, мне кажется, выглядят свежее, нежели после вот этого средства. Пятна он никакие мне не отстирал. Самые легкие. Не скажу, что прям очень плохое средство. Но не понимаю те оды, которые ему поют. Так, кофе перемололся, кстати. Сейчас будем варить. И, девчонки, у меня к вам вопрос. Зачем вы заблаговременно усиливаете действие средства отбеливателем, пятновыводителем или еще каким-то средством? Потом говорите, что вот это средство работает. Нет, так не пойдет. То есть, девчонки просто некоторые пишут. Да, я добавляю концентрированный гель для стирки для белых тканей. И еще добавляю одну-две ложки отбеливателя. И у меня вещи белые. Ну, естественно. Естественно, они будут белые. Когда вы так используете. Давайте 10 средств еще насыпем. И, конечно, будут вещи белые. Я тестировала именно вот этот гель. Как самостоятельный продукт. Мы с вами можем купить тогда гель из фикса за 50 рублей. И к нему добавлять отбеливатель фуберлик, две ложки. И тоже будет прекрасно этот гель работать на белых тканях. Да? Но вы меня поняли, я думаю. Как самостоятельный продукт, без отбеливаний, замачиваний и так далее. Как заявлено в инструкции, он работает не очень. Я его однозначно больше повторять не буду. Потому что мне больше нравится порошок. Он с белыми тканями справляется на ура. Офе сварился. Горячий еще. Сейчас я сделаю вот так. Ванилинчик немножко. Я уже добавила одну таблетку сахарозаменителя. Мне так нравится для аромата. Чуть-чуть. Латте типа, да? И молочка. Или давайте так попробуем вообще. Есть вкус апельсина или нет? С ложечки попробую. Есть у нас вкус апельсинчика. Ой, капиток, девчонки. Слушайте, есть, да? Апельсиновый мармелад. Как правильно вчера кто-то написал апельсиновый долик. Есть слегка, да? Можно его почувствовать. Не сильно ярко выражено. То есть вкус кофе не прибивается. В этом плане все нормально. Я добавляю вот так молочка. Побольше. Кофе крепкий получился. О, куски. Ничего себе, каким у меня плавают. И сейчас попробуем с молоком. С молоком, кстати, еще ярче чувствуется апельсин. Ну, вкусненько, вкусненько. Очень даже ничего. Поэтому ставим этому кофе 5 баллов. Прошло больше 10 минут и налет остался, как мы видим. Значит, средство с заявленной функцией не справляется. Причем он несложный. Он всего несколько дней этому налету. Я недавно промывала чайник, да? По инструкции, согласно инструкции, средство своей задачей не справляется. Ампулы с фиксу у меня такой налет убирают. Но я дам ему еще один шанс и включаю чайник повторно. На кипячение, может быть, со второго раза уже эти ампулы справятся. Очень слабые ампулы. Больше брать не буду. Лимонка в 100 раз мощнее. Ну, а сейчас, девчонки, мы будем с вами делать макияж. У нас солнышко. Я немножко буду жмуриться, поэтому, чтобы показать вам, как тенюшки выглядят при естественном освещении, да? Итак, давайте начинать. Что я буду использовать в виде теней? Румяшки от Stellar. Ревоттеночки 03. Это такой самый удачный, мне кажется, оттенок. Мне нравится, как тени его тоже использовать. Тон. И я не буду делать ничего, потому что у нас снова опять жара, поэтому не буду. У меня на лице никакого крема тоже нет, потому что действительно очень жарко. Я сделала карбокситерапию, сделала масочку третий этап. И на волосах сейчас у меня разогревающая маска Expert Farm. Пока она работает, жжет нереально. Мы с вами будем делать макияж. Набирать все буду вот такой вот плоской кисточкой от Faberlic, еще из старой коллекции. Я наношу на нижнее веко эти румяшки. И потом будем наносить с вами на верхние века в складочку и растушевывать. Оттенок такой удачный, освежающий. И как румяна мне нравится использовать, и как тени. То же самое со вторым глазом. И вот как раз следующим этапом у нас с вами идут тени. В оттенке 5784. Это розовое золото. Очень красивый. Я их в предыдущем видео вам свочила. Мне сейчас нравится вот так, на пальчик наношу. И распределяю по подвижному веку. Аккуратненько. Потому что если спонжем... Как же они круто смотрятся. Вообще. Если по спонжам очень много продукта. Он в корку будет засыхать. Они такие стойкие, с ними ничего в течение дня не случается. Тени вот эти великолепные просто. Они сейчас засохнут. И все. Ой, как же круто смотрятся они, девчонки. Даже на солнышке. Вот смотрите. Вообще супер. Так. Добавить чуть-чуть. Мне даже больше нравится, чем мои любимые, которые были у меня в прошлом видео. Это самый светлый оттенок этих теней. Я не помню артикуль, девчонки. Самый светлый. Вот они у меня были в обзоре заказа. Немножко в уголочек можно. Прямо так пальчиком тоже. Немножко. Вот так слегка. Так. И теперь на второй. Тоже вот так со спонжа беру продукт. И распределяю. Они не рожат. Это действительно розовое золото. Смотрится очень достойно. Под любой цвет глаз, мне кажется, подойдут. Под любой абсолютно. Так. Чуть-чуть уголочек. Вот так. Какая красота. Что же я их раньше не заказала. Так. Мне кажется, вот этот повыше. Сейчас немножко подправим. Для меня это самый удобный способ. Вот так пальчиком их наносить. Слушайте, ну огонь вообще. На солнышке. И вот так. Так если наносить спонжем, то будет еще плотнее цвет, еще ярче. Все. Буквально минутку им нужно дать схватиться. И они уже на ваших глазках засыхают. Что делаем дальше? Дальше. Эти же самые румяшки. Набираю уже вот такой вот кисточкой пушистенькой. Я не помню какая для чего, девчонки, потому что я их не по назначению использую, так как мне удобно. Поэтому я вам не буду сейчас врать. Я бы сказала, что это для теней, но не факт. Возможно, эта кисть называется для хайлайтера. И вот сюда, вот на границу, где кончаются наши с вами блестящие тени, я наношу вот этот оттенок. Он прям сюда очень-очень хорошо подходит. Прям, я бы сказала, идеально. Так. Тушуем слегка, выводя к внешнему уголку, к виску глаза. Вот, отлично. И второй глазик. Супер. Смотрится вообще обалденно. Дальше у меня каяло от Фаберлик. Еще в коричневом оттенке. Сейчас их продажи нет уже. Карандаши новые им на замену. Коричневые. И я им буду делать стрелочку. Не стрелочку даже, а межресничку прокрашивать. Стрелку не хочу выводить. Вот так. По ресничному контуру. Такой довольно-таки толстенькую делаю. До конца. И все. Стрелочку выводить не хочу. Вот так. И второй глаз. Все. Готово. Осталось только тушь. На своем макияже занял вообще 5 минут. А красота-то какая на выходе. Изумительно. Так, тушь у меня деваж. Я в инстаграм пост на нее писала. И видео вам тоже снимала. Пока она меня радует. Девчонки сказали, что оказывается здесь есть кисточка. Представляете, я не знала. Ну не знаю, насколько она удобна. Так себе. Кстати, по татуировке. Она пока на месте. Хотя я только что из душа. И мочалка по ней проходилась. И полотенцем вытирала. Она пока на месте. Представляете? Здорово. Сейчас два слоя туши с вами наносим. И в принципе наш макияж закончен. Практически все. Второй слой туши я нанесу чуть попозже. Потому что ей нужно дать высохнуть. Если наносить сразу второй слой, она снимает первый. Недостатки все-таки есть у этой туши. Они большие. Все равно потом вернусь к своей любимой мисс Керл. Смотрите, девчонки, на завершенный практически макияж. Так, сейчас я вам поближе покажу. Вот на солнышке. Как блестят тенюшки эти. Изумительный оттенок. Вообще мне прям очень нравится. И подчеркивает любой цвет глаз. Вообще классно. И в тенечке вот. Да? Сейчас поближе немножко. Очень красиво. Сейчас пойдем с вами смотреть, что там с чайником. Буду смывать маску. Девчонки, еще выбрала ракурс получше, чтобы показать вам, как смотрится тенюшки. Да? При естественном освещении. Классно. Так, по чайнику девочки написали в комментариях, что не айс. Смотрите, лучше стало. Почти отъела. Осталось чуть-чуть. Видите налеты? Давайте третий раз забабахаем. В общем, с первого раза со своей задачей они не справляются. Видите, сколько надо. То есть, если делать согласно инструкции, а я всегда с вами тестирую согласно инструкции, не прибегаю ни к каким помощникам, да, чтобы видеть результат. Согласно инструкции, средство не справляется со своей задачей. Лимонка мощнее. Вот третий раз кипячу. Сейчас, наверное, с третьего раза все отрезаю. И все, мои хорошие. На этом видео буду заканчивать. Надеюсь, оно было вам полезно, интересно. Взять наставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Сруйка на регистрацию всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Будем с вами общаться. Я пойду смывать уже маску. В корку почти застыл, но голова еще, кстати, жжет. Получится, наверное, точно нашу. Всех люблю, целую, всем пока-пока.